Как оставаться красивым в осенний период? Не сказать, что этот вопрос меня волнует больше, чем Юлю, но все же вопрос хороший. Вопрос хороший, об этом мы сегодня поговорим с нашим экспертом Ольгой Зюко, косметик-эстетист. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Я бы хотела выделить один очень важный момент, что мы должны пересматривать в осенний период не только свой гардероб, но и полочку ванной. Какие-то средства мы должны отставлять уже до следующего летнего сезона, а какие-то средства приобретать. Отличие осеннего ухода от летнего ухода тем, что мы уже выбираем более плотные текстуры и можем уже добавить кремы с АХ-кислотами, с фруктовыми кислотами, на основе азолаиновой кислоты. В общем, то есть уход будет более активным. Даня, какой у тебя крем из этих есть? Детский крем-лисичка, да? Со времен отпуска солнцезащитный крем остался. А, ну это уже хорошо. Это уже нужно прятать, да? Ну, на самом деле мы не забываем о том, что СПФ-защиту мы должны использовать круглогодично. Мы всегда должны проверять в интернете, какой УФ-индекс, и все, что выше нуля, СПФ обязательно должно быть. Ну, можно уже в осенний период СПФ, ну, поменьше фактором, то есть можно даже 30, 15 и 20 использовать. В осенний период мы должны также, как и в летний период, это пить побольше жидкости, чтобы кожа не только снаружи питалась, но, тем не менее, изнутри была все время увлажненной. Также мы можем добавить множество антиоксидантов, к примеру, такие, как витамин С, сыворотки с витамином С, прекрасно будут работать в осенний период. Вот. Ну и, конечно же, всегда следить за своим питанием. Больше правильных жиров, больше овощей, и зеленый цвет на тарелке должен преобладать. Ну, вот если конкретно про питание, чем мы должны питаться в этот период? В этот период больше овощей, меньше углеводов, особенно быстрых углеводов. Вот. Можно пропить курсы витаминов, естественно, это все через вашего терапевта. Вот. И, естественно, витамин Д в этот период, это самое важное, да, что должно быть по уходу за кожей, да. А если говорить о таком комплексном уходе за кожей, очищении, вот какие особенности в этом есть? Мы уже откладываем на более теплое время гелевые текстуры, в осеннее время. Конечно же, лучше перейти на средства кремовой текстуры. Если это умывание, то должно быть молочко. Если это первая фаза очищения, к примеру, если вы будете снимать декоративную косметику, то должно быть мягкое мицеллярное масло. Вот. Конечно же, тоник желательно без содержания спирта. Ну и, конечно же, обогатить свой ежедневный домашний уход помимо кремов. Еще добавить можно сыворотку. А если говорить об уходовых процедурах у косметолога? Ведь осень – это прекрасный аппарат для пилингов, всяких масок. Да, стоит ли в этот период обращать внимание на это? Все сугубо индивидуально. Если у вас красивая кожа с ровным рельефом, то, в принципе, в этом нет необходимости идти к косметологу и проводить себе курс химических пилингов. Но если, к примеру, у вас неровный цвет лица, кожа неровного рельефа и вообще есть что-то, что вас не устраивает, конечно же, лучше посетить косметолога, который сугубо индивидуально подберет для вас вашу процедуру. А вот скажите, эмоциональное состояние осенью может как-то повлиять на кожу? Всегда. Оно не только осенью, так же это круглогодично будет. Эмоциональное состояние всегда влияет на нашу красоту. Ну и почему про осень? Ведь сейчас время пресловутой хандры осенью, прессии и так далее. Вот я и говорю, что наверняка это влияет на кожу. Конечно, это может влиять. Естественно, кожа чувствует, когда ей не хватает солнечного света. Поэтому есть косметологи, которые подскажут и расскажут все, как нужно делать. Хорошо. Спасибо вам большое за эти советы. Напомним, у нас в гостях эксперт-косметико-статист Ольга Зюко. Большое спасибо. И вам спасибо. До свидания.